Всем привет! Сегодня у нас самый опасный выпуск АК Пушкина. И говорить мы будем о том предмете, что весит всего 24 грамма и есть в каждом доме. Это батарейка. И ей не место среди прочего бытового мусора, потому что этот мусор имеет категорию опасности. Батарейка Одна батарейка загрязняет около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды тяжелыми металлами. Их батарейки содержат в своем составе цинк, марганец, кадми, никель, ртуть и другие. Даже в небольших дозах они могут нанести вред здоровью человека и животным. Что же происходит после того, как батарейка выброшена? Под действием воздуха и атмосферных осадков механическое покрытие батарейки начинает поддаваться коррозии, то есть разрушаться. В результате содержащиеся в них тяжелые металлы попадают в почву, а из нее в грунтовые воды. Российский экологический оператор провел опрос среди россиян и выяснил, что 63% граждан выбрасывают батарейки неправильно. А в России выбрасывают около миллиарда батарейок, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Опрос Рео показал, что лишь 37% россиян относят батарейки в пункты приема или специальные контейнеры, остальные в общий контейнер или мусоропровод. Так как же утилизировать батарейки правильно? Сдавать специальные пункты приема, потому что маленькую батарейку сложно уловить на конвейерной ленте и она попадет на полигон. Сдать батарейки можно во Вкусвилле, в Акварелле, там же на ежемесячных акциях Собиратора, на площадке Мегабак в Глобусе. Смотрите также пункты в библиотеках управляющих компаний, а также еще лучше зайти на сайт Эко-Туэко и найти свой город и пункт. Перерабатывают ли батарейки? Да, в Ярославле на заводе национальной экологической компании. В Москве завод, Мегаполис Ресурс и других. После того, как батарейки попадают в пункт приема, их отвозят на завод, где их сортируют и отправляют на конвейерную линию. По этой линии батарейки едут в дробилку, которая их измельчает, затем магнитом отделяют металл и все, что осталось, нейтрализуют, то есть делают не ядовитым. Из батареек можно получить полезные материалы, из которых изготавливают новые продукты. Из свинца могут сделать проволоку, из графита краску, а из марганца лак. Из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, 1 столовый набор или килограмм удобрений. Альтернатива – многоразовые батарейки. Аккумуляторные или перезаряжаемые батарейки экологичные. Для их производства затрачивается примерно одинаковое количество ресурсов, а служат аккумуляторы в сотни и тысячи раз дольше, считая цикл зарядки, а не абсолютное время. Пара аккумуляторных батареек в среднем заменяет более тысячи обычных, поскольку каждый аккумулятор в среднем выдерживает более 500 перезарядок. Одноразовые батарейки намного дешевле, чем перезаряжаемые, если смотреть на первоначальную стоимость. Однако на долгом периоде цифры начинают расходиться, и экономичнее – многоразовые. После того, как они отслужили свое, их надо утилизировать как обычные. А как вы сортируете батарейки? Если нет, то стоит задуматься.